Хит-ТВ представляет В собственном телеэфире «Блондинки в загоне-2» Именно здесь белокурые дивы сражаются за возможность отправиться в Куршевель на поиски богатого жениха На прошлой неделе Дана Борисова в одиночку принимала решение Нуртас Адамбаев, хлопнув дверью после громкой ссоры, так и не вернулся в проект Дана объявила самой слабой блондинкой кудряшку Юлю, которая и покинула шоу Остальным девушкам идущая разрешила отдохнуть в караоке-клуб Но такой благодушный подарок обернулся очередной проблемой Блондинки нарушили дисциплину Расплата близка Доброе утро! Приятно видеть ваши физиономии с похмелья Девочки, я вам решила сделать приятный подарок Отпустила вас попеть, расслабиться Вам от заведения принесли бутылочку мартини Нас угостили! Ах, вас угостили, дорогие мои! Мы могли отказаться, но если дают, надо брать Так, это хорошо в отношении мужчин Но в отношении алкоголя, который у нас категорически запрещен на проекте Если бы вы выпили по пять капель, на это бы я закрыла глаза Но у нас отличились тая Отмечал, наверное, свою новую внешность Да, но мне же надо было Юля и Дианочка Эти девочки пили на нычку Грубо говоря, извините, бухали Нам же налили за столом пять капель мартини Мы заказали еще на троих бутылку шампанска, это по одному бокалу Две бутылки на троих, это бокальчик? Ну, мы просто отдыхали, расслаблялись Единственное, у нас осели молодец Ты воздерживалась? Да Нет, она не воздерживалась, она пила Я не пила! Просто сначала они принесли фужер Мне нальел официант полбокала, во-первых, с этого бокала я тебе слила, начнем с того Я пила сок нуту раньше, не надо ля-ля Вообще не пью я За это тебе мое огромное уважение и похвала Следующая претензия Я не знаю, что произошло с Осель Может быть, она просто была слишком трезвая И поэтому на нее напал страшный ночной жор Я не ела Осель, у тебя дверь, у тебя пол Вымазаны были кетчупом Это как надо жрать, извините, в три горла Я ночью не ела Я пришла, поела творожок и легла спать Это вот алкоголички, видать, они, короче, со злостью Да языком смели свою Рот, закрой рот по тебе, но не с тобой сейчас Нет, пусть Осель объяснится В общем, просыпаюсь я и прям чуть не упала После меня на порог просто девочки налили кетчуп, горчицу Что конкретно? Это либо толстая, либо софа Толстая это у тебя Ева Нет, Ева где она толстая, это вот бегемонтик Диана, Диана Пусть она на себя посмотрит, жирная свинья псориазная Она, блядь, я брезгую ей стоять рядом возле нее Противная тварь ванничая Какого хрена она сюда пришла? Я сюда пришла победить Кто это сделал тогда, девочки? Признаюсь, это сделали все мы, все вместе Это уж все коллективно Теперь у нас будет стратегия одна Агрессия И пошла она отсюда в жопу Так, все, вы объяснились Тем не менее, я злая как собака сегодня с утра Поэтому дело вы будете иметь со злыми сторожевыми собаками Готовьтесь к страшному испытанию Злые сторожевые собаки оказались не такими уж злыми Коли, это моя любимая собака Смотри, она щекалка А их можно трогать? Но все эти четвероногие братья добродушны только на первый взгляд И скоро блондинки в этом убедятся Каждая из вас должна будет пройти с собакой полосу препятствий Софа сейчас идет с Коли О, класс! Ай, она как моя сестра, как ее зовут? Это Рэй, это мой брат А есть у него еда? Ты сладкоежка, да? Не-не-не, не туда, пойдем Пойдем, пойдем Молодец, Софа! Пошли, пошли, пошли Ой, что случилось? Прости, прости меня, пожалуйста Ты такой потрясающий Что за самая умная собака? Умная собака, тупая хозяйка Клёр! Зайчик О, смотрите, язык высунул Потрясающий пес Мне не понравилось Ну, весело, мило Ну и ладно Если честно, собаке тоже было скучно с Софой Следующей на дистанцию выходит Женя Ей достается немецкая овчарка Жень, да не бойся Блин, ее трясет все, смотри Мамочка Подходим, подходим Слюни, сопли распускал А что тут плакать? Ну, глупости Для меня это ужас какой-то Ну, она действительно боится собак Ее в детстве укусило То есть психологическая травма Берем на ладошку Даем Дайте с руки колбаску Не бойтесь Эти слюни собачьи Через барьерчик, Мишаня Ап, ап, ап Становитесь сюда Мамочка, не беги так по воду Как смешно делать Давай, давай Мама Когда Женя проходила это испытание Я была очень напряжена Мама, он меня сносит Давай, давай, давай Давай, давай Давай, давай, давай Да вот туда иди Молодец Молодец Она переборола себя Она была молодец Мы с девчонками Ей все громко аплодировали Потому что, ну, это реально подвиг Ух, я в шоке Очень умный пес Очень Сейчас Ирина идет с московской сторожевой Посмотрим, нет ли у кого-нибудь еще из девчонок психологических травм Зовут его Бинго Было весело, когда собака на нее прыгала Ну, Ирина у нас всегда такая активная Бинго, ап Ой, как он красиво прыгает Ты мой сладкий Давай Оп Давай сюда, сюда, сюда Ура У Ярины с психикой все нормально Душевная травма может возникнуть теперь у Бинго Похоже, для него это была судьбоносная встреча Все, все, пока-пока, мы сладкие Далее проходить полосу препятствий Будет самый психологически стойкий человек на проекте Ева идет с черным терьером Ура Ура Черный Любимый цвет Евы Поможет ли ей это на испытании? Ура Уля, давай, низ, иди Низ, низ Низ, низ Низ Уля, ап А тут что? Тыр-тыр-тыр Давай сюда, иди, иди Давай, давай Уля Смотрите, как она ведет У Евки вообще ни одного пропуска нет Вау, молодец! И задание, и собака Еве понравились Ой, поцеловались Изо рта, конечно, надо зубки почистить, дорогая В салон надо сходить, укладочку сделать Ты только проснулась, да? А Сия сейчас не повезет Опять зубная овчарка Ой, ну они подходят до друга Да, не забывай, что я как собака могу накинуться на тебя А что она из себя строит? Она вот такая вот вообще бурзоль Ап! Ап! Сюда, сюда, сюда! Ап! Пойдем! Какой умный песик! Осель единственная, кто радуется своим успехом Если так дело пойдет и дальше, то собаки будут единственными, кто с ней захочет поговорить Умный пес с умной девочкой прошел все испытания Мне с собакой очень понравилось работать Это было клево, она мне слушается И мне вообще, я же прям, я вместе с ней проходила все эти испытания, круто вообще, супер Ну что ж, Осель блестящая прошла полосу препятствий Я считаю, лучше всех до этого Но я отметила, что ни одна девочка ей не аплодировала Зачем ей хлопать, да? Ну молодец, что справилась Слишком много внимания ей выделяется Это показывает их слабость, они чувствуют конкуренцию, вот и все Мне вообще, честно, мне все равно, что они не аплодируют Ну ты себя ставишь в такую опасную вообще позицию, ты отталкиваешь всех Ну, ну я сюда не дружить пошла Теперь на дистанцию отправляется самое загадочное существо на проекте Блондинка Настя Меня покусала собачка вот один раз, как бы немецкая И я молилась реально, чтобы только не немец это был Ты идешь с московской сторожевой КРИК Настя, шляпу сними Так вот, можно только не прыгать? Пускай он не прыгает КРИК Когда мне дали этого московского громилу, я, честно говоря, была в шоке Рядом! Тихо-тихо, не кричим так громко Собакой нельзя быть такой мягкой, белой и пушистой, надо показать, кто в доме хозяин У меня колбаса Ну, я как-то акцентировала все внимание на колбасе, старалась не подпускать его близко к себе Он хотел подойти, но я его держала на поводке и вела за колбасой Подожди, подожди, не прыгай на меня, смотри, смотри, колбаса! Об говори, об! Колбаса! Сама не ест, так хоть собак накормит Об, об, об! О, она его бьет! У собаки есть ошейник и когда ты дергаешь это его тормозит, это очень хороший стресс, стряска такая О, любимый малыш! Давай нам чуть-чуть осталось Хуже всего справилась, скорее всего, Настя. Я считаю, что я хорошо очень справилась с заданием. Я прошла все вот эти вот штучки. Настя молодец, она зашевелилась наконец-то. Я крутая, реально. Я оседлала его. Вы поняли, она оседлала его. Потому что больше некого оседлать. Испытания не прошли еще три блондинки. Этих красоток, устроивших пьянку в караоке-клубе, Данна Борисова оставила на десерт. Дая, Юля и Диана сейчас их ожидает... Думаю, ой, какое хорошее задание, потому что оно мне так поднимет настроение. Угу, да. О, не тут-то было. Сейчас их ожидает совсем другое задание. Для этого Диане и Юле придется переодеться в специальные дресс-костюмы. Если блондинки думают, что дресс-костюмы – это коктейльное платье для вечеринки, они ошибаются. На дресс-костюме – это коктейльное платье для себя. На дресс-костюме – это коктейльное платье для себя. СМЕХ Диан, у тебя костюм прям по размеру, прям твой размер. Я хочу посмотреть на это. Молчи, пожалуйста. Это коротность. Да кто тебя затыкает? Начнем затыкать, херово станешь. Господи, я тебя угроз знаете сколько раз слышала, мне знаете, как это вот так, вот здесь вот. Просель без комментариев, не хочу уже, честно, вот-вот здесь уже. Начали менять себя. Можешь мне начать менять себя? В смысле менять меня? Ну как-нибудь поменять, не знаю, может лицо твое поменять. Василь Хабалка, она не умеет разговаривать, она очень много матерится. Я, конечно, тоже, знаете, это не золотая девочка, но она хочет драться, то есть, ну вот это все, ее не красят. Ей надо ехать туда, откуда она приехала. Девушка приехала из деревни, а деревня с девушкой не уехала. Как вы заметили, для трех блондинок два дизайнерских дресс-костюма. Это еще один воспитательный момент от Даны Борисовой. Какова же роль Таи во всем происходящем? Это тоже интересно. Тая, ты просто будешь стоять, смотреть, и я надеюсь, тебя будут мучить угрызения совести, потому что ты подбила девчонок на пицце, и ты будешь смотреть, как на них набрасываются собаки. Меня грызет совесть за то, что девчонки пострадали. Сам факт того, что я стояла и просто наблюдала за девчонками, для меня уже огромное наказание. Блин, я не знаю, мне безумно неудобно из-за этого. Первая от собаки будет убегать Юля. Девочки, подержите, я так боюсь уже. Давай. У меня предчувствие дурное какое-то. И не зря. Я не могу, помогите, я не могу. Судя по настроению Таи, она действительно очень переживает за свою подругу. Я не могу встать! Я не могу, ну, ***! Помоги! Пожалуйста, кто-нибудь! Нифига себе. Юльке досталось больше всего. Я аж прям, я аж прям для нее разрыдалась. Ааа! Помоги ты! Ааа! Молодцы! Собака оказалась действительно злой. Даже кинолог не сразу справился с ее агрессией. Она все волосы мне поводирала. Могло бы закончиться все гораздо печальней. Я не могла встать, реально чуть-чуть не задохнулась, когда он на меня напрыгнул. Страшно? ***! Это вообще капец. Это пипец полный. Я считаю, что Юлина игр на слезы сделала. Ничего не страшно, специально хотела привлечь внимание. Блин, реально было страшно, когда он на меня напрыгнул. Ну, короче, сверху я так лицом в земле, блин. Ой, 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 ой. Ужасно было жалко Юлю. Мы ее успокаивали, как могли. Я считаю, они заслужили. Такое наказание. Было очень страшно на самом деле. Мы сами тряслись. Съела, блин, меня и все. Это ничем от меня вообще не осталось. Надо было Таю туда отправить, так как она была зачинщица всего этого. Из нас трех вообще больше всех пила Юлька. Она, блин, напивалась с этим шампанским. Давай, ой, еще наливай, наливай, Таюха, давай. Я там, ну, вообще оказалась даже и ни при чем, честно говоря. Вот она, истинная женская дружба. Пить вместе, а расплачивается каждый за себя. Теперь по счетам будет платить Диана. Ааа, боже, мне аж все дергать начало. Перепуганная блондинка не догадывается, что ведущая приготовила для нее особый сюрприз. Боже, девочки у меня... Аааа! Нет! Ааа! Нет! Аааа! Справа в шею лежит. Ааа! Все, сгруппировалась, упала. Костюм этот был ей велик, и она просто окунула свою маленькую голову туда и в общем... Я боюсь! Где она? Такая смешная группируется, собаки нету. А где собака-то? Вот и до Насти наконец-то дошло, что в этом испытании никакой собаки и нет. Тонкое чувство юмора ведущей блондинкам пришлось по вкусу. Что делать? Где она? Боюсь оборачиваться! Не оборачивайся! Я не могу! Боже мой! Аааа! Ползи, ползи, ползи! Давай к нам! Посмотрите, Дианка, ты крутая! Я злая, я вонючая! Снимите с меня эту ерунду! Девочки, разденьте меня, что вы стоите смотрите! Вот это вот... Фу, да, ты воняешь, конечно, жутко, но... Идите в ***! Надо было Дианку первой пустить, тогда бы Юля, наверное, осталось бы в порядке. Было бы круче, если бы собака хотя бы кук шерсти ей вырвала, что ли, я не знаю, просто за ее язычок такой. Я бы не сказала, что я прям хотела, чтобы ее подрали собаки, но я бы хотела, чтобы ее проучили, реально. Но для вас это будет уроком, что есть правила, которые надо соблюдать. Наверняка у вашего будущего мужа, олигарха, тоже будут свои правила. И для вас это будет уроком, что нужно запомнить раз и навсегда, что можно, а что нельзя. Сейчас переезжаем на следующее испытание. Все, шампанское мы больше не пьем. Только водку. Я больше не буду вам ничего предлагать. Не, предлагаю, предлагаю, уже собак не будет. Девочки, сейчас новая модная фишка. Вы наверняка об этом знаете. Все экологически чистое. Именно поэтому мы привезли девушек в экологически чистый уголок природы. По крайней мере, он был таким, пока сюда не приехали блондинки. Именно здесь они будут создавать вечернее платье в стиле эко. Ведущая делит участниц на три команды. Каждой одна модель и два дизайнера. Сейчас девушкам предстоит определиться, кто в команде будет моделью. Команда номер один. Тая, Диана, Ева. Да, пожалуйста. Покажу свою фигуру шикарную. Такой наглости можно только позавидовать. Команда два. Осель, Настя и Софа. Во второй команде за роль модели не борются. Я не буду модель. Команда три. Юля, Женя и Ерина. Третьей команде все равно, кто будет моделью. А подиумом у нас будет ни много ни мало. А вот этот вот стол. Ну какой подиум, такая и фурнитура. Экологические коллекции блондинки будут создавать из мусора. Так, что там у нас со шмытьем? Красно? Да. Все цветное. Нет, мы посмотрим. Ты раздевайся давай. Раздевайся. О, да. Чтобы красиво одеться, нужно красиво раздеться. А блондинки это умеют. Давай бутылки сюда, стаканчики сюда. Снимай телефон. Смотрите, какая фигня красивая. По-любому. Роза, под шапку, знаешь. У нас есть пакет. А ты куда лезешь? Ты модель у нас. Ага. Больше ничего не хочешь. Нет, ты серьезно софмодель? Мы так вдвоем решили. Нет, это вы решили, а я не решила. Но ты тогда не будешь участвовать. Смотри так, Сеньку. А что случилось? Боже, посмотри, что творится. Боже мой. Красивая. Дерутся, дерутся. Я в шужер. Так, мне отвлекало. Так, давай сюда. А ну отвалила отсюда, баш. А что ты делаешь? Уже не делала она уже. Что случилось? Нормально сказали, модель собор будешь! Я собор. Я б***ь за тебя, что ты будешь делать? Что ты тут решаешь, ничего, ничего. Вылезешь, б***ь. Ты что, б*****ь на метель? Да что ты лезешь, я не понимаю? Ты что руки распускаешь? Что ты лезешь? Что ты творишь, б***ь. Какой толпой? Ты как обезьяна что-то налетаешь. Ты тут все решаешь или что? Софа, иди сюда. Концепцию меняем. В одной команде будет две модели. Боже, там драка продолжается. Отвали, блядь. Не ты сама же провели. Мы будем работать или пойдем посмотрим. Не трогай, блядь. Тебя не трогай. Стремная, что ли, блядь. Прости, блядь. Да пошли. Вот баба, у тебя здесь подружки есть, которые тебя спасают. Именно, а у тебя гнида никого нет. Ты будешь сама. Была бы она одна, она ни слова сказать не может. Она видит, что девочка толпа за нее. То, что меня как маленькую собачку можно все вместе разорвать. Девочки, у вас ничего не получится. Конечно, меня сейчас трясет, потому что... Ну так нечестно. Все на одну. И все умные тоже. Софа ушла из нашей команды, и мы остались вдвоем. И, честно говоря, это было предательство своей стороны. Никто не должен нарушать правила. А серия поддерживала, потому что я знаю, каково это, когда ты один, и когда весь коллектив настроен против тебя. Дана Борисова тоже не осталась в стороне. ЗВОНОК В ДВЕРЬ КРИКИ 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 Там девочек много, я одна, мне все равно, я по каждой, я через себя приступлю, я по каждой, мрази только могут на толпу, на меня, как и шаки, как шакалы, по одной ко мне, кто может подойти ей что-то объяснить мне. Все, рыбонька, ну-ка давай, все хорошо. Все, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь, она сама спровоцировала меня, она залезла на стол и начала шевелять этими вещами. Там ни мозгов, ни образования, ничего вообще нету, все на низком уровне, не надо мне говорить за воспитание мое. Я за себя стремлюсь, я просто не смогу. Несмотря на вспышку эмоций, задание для блондинок осталось тем же, создать оригинальное вечернее платье. И, похоже, эмоциональная встряска пошла на пользу творческой мысли. Штаны давай сделаем. И длинную юбку. По кругу, по кругу. А давайте сапоги сделаем. Вагоны, да. И на них кресты. Поняла? А верх давай ей красный, да, сделаем? Черный с красным, это банальщина. Ну тогда давай голубой. У нас будет желтый. Синий, синий делаем. Фольга, фольга, где? Где тарелки? Ложки оттуда отклей, сюда приклей. Что не налепим, чтобы будет хорошо. Может, ты будешь мужчиной? Вытерпишь. Заклей меня. Держи волосы и не шевелись. Аккуратно волосы не скидывай. Снимать нельзя. Как у Мадонны. Подходим к финишу. Пришло время оценить результаты. Из-за возникшего конфликта Асель и Софы в трех командах четыре модели. И теперь мы сможем чуть дольше насладиться творчеством светлоголовых Див. Первая модель у нас Диана. Красный цвет страсти, да, и вот мы решили сделать такое экзотическое, как говорится, сексуальное платьице. Почему рот заклеен? Протест против сегодняшней ситуации с Аселией. Надо молчать и много не говорить. Очень интересная идея. Я приглашаю на подиум следующую модель. Тая, прошу на подиум. Викинг плюс Тая – это тайинг. То, что бросается первое в глаза, это от сглаза на самом деле. У нас также есть и пирсинг, потому что у нас есть коровы в стойле, и мы как бы показали это. Удивительный незабываемый образ Тая, спасибо. Я приглашаю на подиум следующую модель – Асель. Наша модель называется «Пятый элемент», она относится к клубной индустрии, потому что каждая девушка ходит по кафе, ресторанам, и поэтому у нас очень практичный образ. У нас есть вилочки, ножи, трубочки для сока, для коктейлей. Четвертая модель – это Ирина. Встречайте. Наш костюм называется «Леди Гага отдыхает». Вот у нее есть такая розовая кнопка на лбу. Если ее нажать, то открывается связь с космосом, с потусторонним миром. Самый главный сюрприз, который сейчас она продемонстрирует. Это для того, чтобы все инопланетяне в нее влюбились. Всем, кому не хватает любви, можно подходить вот к Ирине, и она всем ее будет дарить. Это, конечно, впечатляет. Побеждает костюм Ирины. Сегодня произошло очень много экстраординарного в нашем шоу. Нам будет о чем поговорить вечером. Встречаемся на совете. Мне сегодня крайне сложно принять решение. И я однозначно не могу быть на стороне только девочек. В этой ситуации есть две правды. Есть правда ваша. Действительно, вас оскорбили. Мне очень жаль Софу. Но я понимаю и осель. Поэтому сегодня у нас будет совет не такой, как всегда. Не будет никакой зоны риска. Сегодня мы поступим по-другому. У меня в руках 10 палочек. Одна из них короткая. Вы будете подходить по очереди и тянуть. Та, которая вытянет короткую палочку, та и уйдет. 10 палочек, 9 участниц. Кому из девушек сегодня повезет? Каждой блондинке также необходимо сказать, кто из участниц должен покинуть шоу сегодня. Настя, ты первая. Подходи. Повезло. Я считаю, что должна быть засор. Ева, прошу тебя, тяни палочку. Повезло. Ну, конечно же, осельно. Юля, прошу тебя. Тебе тоже повезло. Я считаю, что должна уйти осель. Ирина, прошу. Тебе тоже повезло. Кто должен уйти сегодня? Я считаю, что это осель. Я считаю, что должна уйти, Настя. Сейчас свою судьбу попытает злейший враг осель, Софа. Юлечка, прости, но я считаю, что должна покинуть проект ты. Такого поворота не ожидал никто. Наверное, без осель Софи на проекте будет скучно. Осель. Кто должен уйти? Я предпочитаю общаться с людьми, а не с животными. Осель. Итак, против Софы, Насте и Юли по одному голосу. Против осель пять. В руках у Даны осталось две палочки. Осель должна выбрать одну из них. Раскачет, раскачет. Слава. Длинная палочка. Осель остается. Сегодня проект не покидает никто. Поздравляю. Вы пытаетесь меня сломать? Кто тебя пытается сломать? Вы пытаетесь нормально все? Нет, подождите, давайте без осторожнений. Сломать меня не получится. Я не собираюсь прогибаться под каждую. Мне сразу ваше мнение. Я буду сама по себе хоть атакутиться. Я вижу такое впервые. Меня больше всего поражает ее смелость взять и противопоставить себя всем вам. Я даю вам шанс помириться в следующей серии. Вот такой неоднозначной выдалась эта неделя на проекте «Блондинки в загоне 2». Смогут ли участницы выжить осель из шоу? Или найдут новую жертву для своих жестоких игр? Узнаем ровно через неделю. Алло, Нуртас? Ты меня бесишь. Плакать просто больше я не хочу в камеру. Тихо, 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 тихо. На всю страну вот в таком виде опозориться вообще ужасно. Все, давайте на этом закончим. Тихо, тихо.